Азербайджан обладает всеми необходимыми ресурсами для лечения нового типа коронавируса. Однако, наблюдаемое в течение последних нескольких дней динамика заболевания COVID-19 настораживает. Азербайджан, по мнению специалистов Всемирной организации здравоохранения, предпринимает все необходимые меры. В частности, в эти выходные на территории страны вводится особый режим. На сегодняшний день в реанимационных условиях получают лечение 100 человек. К искусственной вентиляции лёгких подключён 21 пациент. Статистические данные за минувшие дни являются для нас неудовлетворительными. Именно по этой причине, начиная с этих выходных, вводятся ограничительные меры, которые, возможно, будут продолжены в последующие выходные и предстоящие праздничные дни. Меры приняты не случайно, был серьёзно изучен международный опыт и проанализированы данные по Азербайджану. Предпринятые меры на текущие выходные призваны снизить уровень заболеваемости, однако насколько они будут эффективны, станет известно спустя одну-две недели. Оперативный штаб при Кабмине призвал частные предприятия сделать 5 июня неполным рабочим днём. По словам Ханде Харманжи, Азербайджан остаётся образцовой страной и на постоянной основе делится данными с ВОЗ. Нижняя шкала на графике указывает дни, когда был зарегистрирован первый случай заражения коронавирусом в стране вплоть до 3 июня. Синий узор – количество новых случаев в день. Квадраты слева – это жёсткие карантинные меры. Например, 2 марта были закрыты все учебные заведения. Затем было ограничено передвижение людей в стране без особой на той необходимости. И вот здесь, в промежуток примерно 10 дней, количество заражений было полностью взято под контроль, что очень важно. Представители оперативного штаба вновь обратились к гражданам с призывом соблюдать дистанцию, носить маски и пользоваться дезинфицирующими средствами. Была внесена ясность проведения вступительных экзаменов для абитуриентов. Эксперты Тябиб подготовили список необходимых мер, которые должны соблюдаться во время проведения экзаменов. Они подтверждены Кабинетом министров. Особое внимание необходимо уделить дистанции между абитуриентами, использованию масок и гиене. Родители абитуриентов, ожидающих завершения экзаменационного процесса на открытом воздухе, должны соблюдать физическую дистанцию. На пресс-конференции также было отмечено, что международные рейсы, скорее всего, будут приостановлены до 1 июля. При этом в настоящее время идут обсуждения относительно восстановления внутренних рейсов. Эльдар Расулов, Фарид Ашралова, Али Сурхай Оглы, Сибиси.